Мама, я тебя люблю сильно-сильно. Я очень тоже. И скучаю. Теперь не подключайся. Колония сверху выглядит безлюдной и молчаливой. И лишь немногие знают, сколько там бушующих страстей, отчаяния и надежд. Малая мама моя, бледные губы, шепчут прямо, где же ты, мама, милая мама? Все началось несколько лет назад, когда журналисты Антонина Матвеева и Борис Селенов приехали в Рязанскую воспитательную колонию для несовершеннолетних. Очень скоро им стало ясно, что сроки командировки слишком малы, чтобы по-настоящему разобраться в здешней жизни. И тогда они решились на неожиданный шаг. Похоже на стюардош. Вот беретик уже гораздо лучше. А если я буду вот ходить в форме, а еще вдобавок и с маленькой видеокаминой. Может быть, что-нибудь интересное мы снимаем. Третий отряд строитель на линии! Здравствуйте, девчонки! Здравствуйте! У нас сегодня событие в отряде. Я хочу вам представить нового воспитателя. Зовут ее Антонина Ивановна. Это надолго. Какие будут вопросы, пожалуйста, подходите. Мы всегда вам поможем ответить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Километры видеоленты, отснятые за время работы в колонии, позволяют как будто открутить назад время и вновь пережить десятки незабываемых мгновений. Но если бы спросить журналистов о самом сильном впечатлении, которое они испытали здесь, в колонии, ответ был бы один. Родительский день. Родительский день. Этот день здесь ждут целый год. А когда он приходит, время, кажется, совсем останавливается. И секунды тянутся, как часы. К этому дню готовится, как к настоящему празднику. Это цветок Илья. Она будет танцевать «Посточный танец». Я буду танцевать «Ча-ча-ча». А вот это еще у нас сценка Пугачева была. Пугачева! Пугачева! Вот она. Вот это? Да. Похоже, да? Похоже, да, очень. А что ты будешь петь? Петюшникер петь. Я петь? Брошкина. Мадам Брошкина. Мадам Брошкина. Ты знаешь слова? Да. А можешь петь сейчас? Пурача, да? Моя животная. Такие вот дела. И все она взяла. Это раздор бывает? Залечать. Раздор? Да, пьем или нет. Пока мы приедем. Пойдем. 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 Глядя на этих девчонок, начинаешь понимать, что самое тяжелое здесь не заборы и решетки, а то, что нельзя, когда захочется сделать что-то очень простое. Например, поцеловать маму. Ведь весь этот родительский день – это очень большая, очень серьезная, но все-таки дополнительная работа, которую никто, в общем-то, и не заставляет вас делать. Вот скажите, пожалуйста, зачем, собственно говоря, вам нужна вот такая вот головная боль? Ну, прежде всего, сблизить родителей и своими детьми. Ну, человеку всегда живет надеждой, а тем более и ребенок. Конечно, ждет. Не пишут письма. Приходится связаться с территориальным органом милиции, чтобы нашли этих родителей. Наладить переписку хотя бы. По мере воздействия, может, там, участковый скажет, приехай туда, посмотри как. Потому что ребенок страдает. А ностальгия детская идет, понимаете? Вопрос задает, устаешь на работе или нет. Если результат работы налицо, то нет, а когда нет, то... Сугару, не говорите. Мам, я скучаю. Когда я впервые приехала сюда в командировку, я никак не думала, что командировка эта растянется почти на 4 года. А многие из людей, которых я здесь встречу, станут частью моей жизни. Вот здесь, в этих комнатах, проходят свидания осужденных с их родителями. Благодаря стараниям Лены Даниловой, здесь всегда чисто и по-домашнему уютно. Вот только на свидание с самой Леной никто уже не придет. Что, кроме содрогания, можно испытывать, знакомясь с делом Лены Даниловой? Убить собственную мать? В чем ее вина перед дочерью? Ответы на эти вопросы появятся не сразу, потому что Лена, как и все здесь девчонки, не любит откровенничать и раскрывать душу первым встречным. К сожалению, в личных делах осужденных очень часто нет того, что позволяет, если не простить, то хотя бы понять причины их поступков. А что касается откровенности, то мудрость воспитателя и заключается в том, чтобы почувствовать момент, когда нести в себе груз пережитого у воспитанницы уже нет сил. А ты когда-нибудь была с мамой счастлива? Ну, есть, когда в садике была. Когда она меня утром грелась у садика, увозила тебя, забирала. Готовила, как ты мне, даже к тому же Нового года. Как-то костюмчик там. Порой там, когда деньги есть, подарок купят. Так. Может, лучше было бы, чтобы сразу меня в детский дом открыли. Первый раз, когда материнский профиль хотели лишить. Я отказалась. Сказала, что смола. И что, мама просила сказать «да»? Да, она мне просила. Даже умоляла. Какой самый ужасный поступок, который совершила твоя мама, как тебе кажется? То, что она продала. Ну, продала за бутылку мужчине. И не один раз? Да, было еще. Без разницы было. И самым разным мужчинам? Да. И когда это впервые произошло? Впервые это началось в 12 лет. Неужели нельзя было обратиться за помощью? Ну, я чего-то, может, чего-то боялась, может, жалко мне, потому что ее решат материнских прав. А у тебя, наверное, к мужчинам теперь? Отвращение. Если бы вернуть обратно, то я бы этого не совершила. Лене вскоре исполнилось 18. И ее перевели во взрослую колонию. И, наверное, еще долгие годы она будет ощущать вину за содеянное. Вот только ощущают ли свою вину взрослые, которые на свободе были с ней рядом? Мам, скажи, ну зачем так происходит на свете, что не всегда в ладу живут с матерями дети? Ведь это совсем неправильно. Мать и дитя – единое целое. Но почему, Боже Праведный, мы столько ошибок делаем? Мы любим друг друга по-своему. Но только вот нет понимания. И это давно мы усвоили, не обращая внимания на то, что рушится душа. Хватит, довольно. Давайте попробуем снова начать то, что было потеряно. Возобновить то, что было утрачено. Человек что-то просыпается внутри. Она начинает уже слушать, она начинает воспринимать, она начинает понимать. То есть раньше, вот я и говорила, что это было бесполезно. То есть она вроде слушает, стоит, но делает все равно по-своему. Потом наступает вот этот такой переломный момент, когда она уже понимает. Вот. И вот начинает, можно сказать, так исправляться. Вот на Ваш взгляд, все-таки, какой самый главный ключ к их сердцам? Доброта. 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 Я им всегда говорю, что я Ваша отделенческая мама. Вас много, Вы все разные. Вот. Но они сначала так, конечно, смеются, а потом уже действительно, вот сейчас уже начинают. Потому что у некоторых действительно по-настоящему даже вот на свободе и родителей не было. И они понимают, что мы здесь к ним относимся намного лучше, чем их собственные родители, мамы, папы и так далее. У многих из этих девчонок мамы, которых я бы таким словом даже назвать не мог. И, тем не менее, вот в чем тут дело? Любят. Папа! Мама! Сугородник, говорите! Мам, я тебя сегодня заждала, а ты чего не приехала? Ты чего не приехала? В следующий день я на прогулку выхожу. И встречу свою жажду я за имиджом слежу. Мне не раз говорили о том, что воспитатель не должен руководствоваться личными симпатиями и антипатиями в работе с осужденными. Должен ровно относиться ко всем воспитанницам. Я все понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Так, как тебя зовут? Фамилия, имя, отчество? Тимофеевна, Дежда Аркадьевна. Статья у тебя какая? 105. А кого ты ее? Очень. Ты была в состоянии алкогольного пьяни? Нет? Очень хотела заносить меня. А он вообще раньше лез к тебе? Да, до 13 лет пришла. А мама знала об этом? Маме говорила, мама его выгонялась домой. На вид ускала, да? Нет, он не уходил. Наоборот, нам говорили, что нас выгонят из дома. А это его дом? Нет, наш. А твоей маме сколько лет? 51 год. А ему? Моложе, 37 лет. Понятно. У тебя срок 3 года 1 месяц. При твоем преступлении, я считаю, лучше выход из положения. Я тебе почти как маму советую. Тебя большая вероятность уйти домой пораньше. Надо взрослые решения принять. Сесть и подумать. Что для тебя лучше? Что ты думаешь по поводу этой девочки? Ну, с ней же что-то может получиться. Мне кажется, что да. Я бы взяла ее в отряд к себе. К сожалению, первое серьезное столкновение Нади со злом закончилось для нее трагическим поражением. Но самое печальное заключается в том, что во всей деревне не нашлось никого, кто смог бы защитить ее от человека, которого она называла своим отчимом. Все наши продукты ел. Наши деньги же пропивал. Меня дома нет. Раз у мамы спрашивал деньги, мать ему не дает, он ее начинает бить. Первый раз он сидел. Отбывал уже наказание 6 лет за групповое изнасилование. Свою соседку, старушку изнасиловал. Его в деревне нашей все боялись. Мы с мамой его выгоняли. Сколько раз. И мама говорила ему, уходи, говорит, ты мне не нужен. Так он ничего не уходил. Я и на него, и этого в милицию заявление подавала. Три раза. У меня больше выбора не было. Что с ним сделать. Так вот я обошлась с ним. А мама пишет? На СИЗО писала, а пока вот не знает, где нахожусь я. А ты ей напишешь? Да, конечно. А что ты ей напишешь? Что напишу? Чтобы не переживал за меня. Ну, что еще написать? Что скоро вернусь домой. Ты пришла сюда в отряд. Уже немножечко разобралась в обстановке, но чуть-чуть. Еще не совсем, конечно. А что ты ждешь от меня? У тебя есть какие-то пожелания вот ко мне, как к воспитателю? Чтобы проявляли ко мне доброту. У тебя есть какое-нибудь мгновение, которое ты вспоминаешь, когда думаешь о том, что вот в этот момент я была счастлива? Нет. Несчастье я испытывала. А счастья нет. В церковь ходила уже? В церковь здесь? Да, ходила. Не исповедовалась? Не исповедовалась и не причащалась. Угу. Я не крещеная. Не предлагал тебе батюшку покреститься? Нет. А ты сама не хочешь его попросить? Да я задумываюсь об этом. В церкви колонии Тоня рассказала об этом разговоре отцу Игнатию, и тот охотно пошел Наде навстречу. Игнатия. 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 Ну и как? Крестик помогает? Да. Судя по всему, в январе ты уйдешь по условно-досрочному освобождению, да? А тебя там что дома ждет? Если честно, я не знаю, что меня дома ждет. А какие-то письма же ты получаешь, да, из дома? Вести какие-то? Ну да. Ну и если судить по ним, то что? Ну я не уверена, что... Ну вот мама пишет, что ждет. Ну я не уверена в этом. Почему? Не знаю. Ну что тебя смущает? Пьет мама, что ли? Да. Мама, я тебя люблю сильно-силею. Да, очень тоже. И скучаю. Приезжают родители, которые действительно заходят, интересуются, как она здесь, моя дочь. Как ей помочь? Смысл каждого родителя, мне кажется, это в детях. Вся жизнь заключается в этом. Каждый родитель, можно сказать, живет для своих детей. В это как бы трудно поверить, но даже здесь, в колонии, вам приходится защищать детей от их собственных родителей. И таких случаев действительно много. Мама, приехала мама, привезла полтора литровые бутылки из-под херши, что-то намешанное, явный запах спиртного дает. Ну запрещено. Приводит ее ко мне. Говорю, ну зачем приехали сюда? То, что вы там за ней не смотрели. Она у вас там пила была, предоставила сама себе результат на лицо. И вы здесь походите продолжать. Случай был. Приехал брат с матерью. Вот мы хотим продать квартиру, нам купить побольше, поновее квартиру. Лучше, одним словом, свои жилищные условия. Так они говорят. Да. Мы воспитанницы говорили, подожди, подумай, во что это может вылиться. И говорили, что может остаться без жилья. Нет, я маме верю, я верю брату, как они так могут. Результат. Она освободилась. Квартиры нет. Денега нет. Мама до конца спивается. А я живу одна, такие вот дела. А все она взяла и мужа увела. И он теперь живет с этой дурой, дурой крошкой. Целует ручки ей, греет ножки ей. Я знаю, что у нее, не я, не я, душа Кошкина. Наблюдая за воспитанницами, я все чаще задумывалась о том, что уровень их вкуса, в том числе и музыкального, определен их социальной средой, тем миром, из которого они пришли. И вот мне захотелось приоткрыть им другой мир. Несмотря на молодость, мои друзья Боря Андреанов, Дима Булгаков, Илья Гофман и Рома Минц выступают в основном в Европе и Америке в самых престижных концертных залах за высокие гонорары. И тем не менее, сегодня они здесь, бесплатно. Перед концертом я сильно беспокоилась, окажется ли доступной для девчонок там музыка, которую исполняют им Дима, Рома, Илья и Борис. Но, похоже, мои тревоги оказались напрасными. Девчонки сидят и слушают, как завороженные. И я подумала, что после концерта им будет интересно пообщаться друг с другом, этим мальчишкам и моим девчонкам, почти ровесникам, но находящимся на разных плюсах нашего общества. Молодцы! 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 Молоденькая летом ты летом! Я целую тебя, Розавя! Крепить! Молодцы! Молодцы! Пожадайте подключение телефониста! Мам, передашь, что я очень люблю и скучаю! На взгляд постороннего все девчонки в колонии на одно лицо. А ведь у каждой из них своя судьба, характер и даже настроение, которое меняется, как дуновение ветерка по нескольку раз в день. Вы здесь уже 16 лет, да? Как бы все здесь знаете. Уже вы по каким-то нюансам, по каким-то невидимым, постороннему взгляду, вообще признакам можете понимать, что происходит в зоне, да? Если я вот захожу, даже по взглядам девчонок, по настроению девчонок, по, значит, девчонку, например, где-то по группировкам собираются там, сидят на лавочке, а вот, значит, посмотришь, как приветствуют, как отвечают на вопросы, а все, я хочу сказать, и все это уже проходишь, например, по зоне, говоришь, ну так, все, у меня в зоне нормально, по отрядам все спокойно, значит, во всяком случае, можно, ну и раз уйти вот с работы, в конце рабочего дня, спокойно. Но все равно чувство тревоги, оно все равно как-то вот, ну, во всяком случае, у меня, я не знаю, может быть, как-то у других, но у меня всегда чувство тревоги все равно вот немножко, оно остается. Начинаем вот с верхнего, да? Ага. Вот, берем, допустим, игрушку, да? Да. Мы должны ее все-все-все-все прощупать. Может, здесь иголки, если лезвие есть. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, иголка. Видите? На улице в снегу. На днях спрятали молоток, мне отдали. Со снега, представляете? Откуда, значит, что они молотком должны были сделать? Разбираюсь. Были побеги в последнее время? Так, побег. Был. Был, да? Был. Поймали, да? Поймали. Тут нюх не надо терять. Она, когда в расстройках чувства, девчонка, может, плохое письмо, или, может, где-то поругалась с кем-нибудь в отделении. Она может и порезаться, и суицид совершить, и повеситься. Дети чем это опасно? Она сделает, а потом только думает. Приходит ребенок, смотришь, девочка, такая хорошая, такая маленькая. А читаешь личное дело, а там эта маленькая девочка столько наделала. Мы все время говорим, хорошая девочка. Вот такая убийца. Здесь, в зоне, мелочей не бывает. Уж слишком непредсказуемы эти девчонки в своих поступках. Слишком подвержены истерикам и нервным срывам. И можно только представить, сколько нужно терпения и такта работникам колонии в общении со своими подопечными. Я вообще рада, что меня посадили, что я тут сижу. Хоть там и пять лет сроком, но все равно я рада. У нас вот подруга осталась на воле, она тоже колется. Ну, я ей пишу письмо, что она тоже Ане. Пишу, Аня, остановись. Не надо тебе этого делать. Я поняла это. Я не знаю. Она этого не поймет. Видеокамера помогала Тони увидеть перемены в девчонках. А им самим взглянуть на себя со стороны и невольно задуматься о своем прошлом, настоящем и будущем. Светлана Федорова была для Тони загадкой. С одной стороны, дерзкое преступление. Средь бела дня с подругами избила и ограбила незнакомую девушку. А с другой, было видно, что Светлана достаточно образована, начитана и, в отличие от большинства осужденных, росла в приличной семье. Разобраться в нелегкой судьбе воспитанницы Тони помогла Светлана Николаевна Лукашина. Мне кажется, что девочка обладает невежимой силой воли и характером. Потому что очень, конечно, у нее, даже учитывая то, что здесь все с непростыми судьбами, у нее, в общем, супернепростая. Она еще непростая тем, что была гаденышем, из гадкого утенка превратилась в лебедь, как в сказке, а потом опять из лебеди превратилась в гадкого утенка. То есть вообще полностью деградация. И вот сейчас она как раз стоит на ступеньке, или остаться гадким утенком, или опять превратиться в лебедя. Но она еще не выбрала. Оказывается, Свету взяли из детского дома в пять лет. И до пятнадцати ее жизнь была сказкой. Новый папа в ней души не чаял. Она в нем тоже. С мамой было сложнее. Мама, похоже, ревновала папу за то, что теперь не вся его любовь принадлежит ей. И вдруг папа умер. Папа любил тебя больше жизни, я так понимаю. Да, ну, я, кстати говоря, хоть он мне не родной, я вообще выросла на него, вообще очень похожа. Вообще во всем. И по телосложению, и по характеру, естественно, я всегда под него подстраивалась, какой он такой я должна была быть. И по внешности вообще очень на него похожа. Мне даже без него сейчас очень тяжело. У меня такое ощущение, что, как будто, ну, не четыре года назад, а вчера. Если и сейчас Света так остро переживает смерть папы, то каково ей было тогда? Она никак не могла прийти в себя после этого удара. Все было как в тумане. До сознания не доходило, что говорили учителя в школе, что говорила мама, которая поведение приемной дочери восприняла как вызов. У нас себя противопоставило всем, противопоставило этой новой семье. Я все-таки считаю, что в данный момент они не взяли на себя полную ответственность за воспитание ребенка, как и должно было быть. И поступили с ней нечестно. Здесь нужно было выдержать этот сложный момент, преодолеть его вместе, как бы с ней тяжело не было. Как любая мать, воспитывая своего ребенка, его принимает и с его проблемами, и с его радостями, и с его горестями, и с несчастьями. А здесь, пока ребенок рос нормальный, хороший, послушный, все было хорошо. Ребенок стал плохим, гадким, какой она старалась уже показать. Она играла это. Она очень тетрализованная девочка, очень артистичная девочка. Она играла гадкого. Это уже не понравилось. И нужно было, конечно, выдержать эту паузу, показать ей свою любовь. Чего мама не сделала. Она взяла и отказалась от ребенка, отдала ее в детский дом. Но мать, судя по ее поступкам, как-то раскаялась. Она поняла, что она, в общем-то, совершила ошибку, видимо, да? Так получается. Получается так, что все-таки, когда она попала в тюрьму, и это уже действительно было для нее ударом, поэтому на встречу первую пошла она. Это не Света ей написала. Это она, когда узнала о том, что она попала в тюрьму, совершила преступление. Она ее разыскала в следственном изоляторе. Она ей предложила вернуться к тому, что она примет ее в семью. Но опять же, в ошибках, она опять стала ей ставить условия определенные. Я так понимаю, что у вас тоже с ней сложились какие-то доверительные отношения, да? Да, в принципе, доверительные, наверное, сложились. Хотя сейчас она со мной как раз и поссорилась. Да? Да, мы с ней сейчас поссорились. Но вот как раз тоже насчет всего этого. То, что я посчитала, что ее нужно разделить с одной девочкой, чтобы они вместе не общались, что это очень плохо сказывается, причем на обоих. Она стала очень дерганной, неуправляемой, уже стала терять контроль над собой, чего не должно произойти вот в ее ситуации, когда она сейчас, наоборот, настраивается на лучшее. И сочла нужным, что их нужно разъединить. А она это восприняла так, что я ее бросила. Представляете, у нее пошло то же самое, что с родителями. И как бы я ей не пыталась объяснить, она мне даже слушать не хочет. То есть ее мнение, что я ее бросила, мне она надоела. И она очень сильно на меня обижена, очень сильно. Вот, со мной не разговаривает, ходит абсолютно, да, да. Но я ее очень хорошо понимаю, поэтому была другая воспитанница, я бы ее просто за это наказала. Но ее, конечно, я за это наказать не буду, потому что я понимаю, что у нее сейчас происходит в душе. Но в то же время я хочу, чтобы она поняла это. Если она сейчас поймет эту ситуацию со мной, она поймет ситуацию с родителями, и она сможет принять свою мать. Все вышло именно так, как планировала Светлана Николаевна. То есть ты все, что сейчас делаешь, пытаешься хорошо себя вести, да, исправляться, как здесь говорят, делаешь ради мамы. Мама знает то, что я жива, что я здоровая. Она знает то, что я хочу вернуться к ней, что я учусь, что буду экзамены сдавать нашу мотористку третьего разряда. И она от этого, понимаете, счастлива, что я хоть как-то, ну, исправляюсь. Я не такая там плохая, не такая падшая, как была раньше. И от того, что она счастлива, от того, что она мне пишет такие хорошие, теплые письма, я от этого счастлива. С каким чувством вы ее отпускали? Все-таки, наверное, гораздо спокойнее я отпустила на взрослую, чем она была здесь. Как ни странно. Там ближе к дому. Она перевелась в колонию, ближе к дому. Там действительно есть возможность наладить контакт с матерью. Сюда мама приехать не могла. Туда она к ней приедет. И пока время то, пока она будет отбывать наказание, у них есть время на то, чтобы действительно принять какое-то решение создавать семью или не создавать семью. Здесь бы это время было упущено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какие же эти девчонки на самом деле? Такие, как на сцене? Или как в их личных делах? Дерзкие, циничные, принесшие столько горя ни в чем не повинным людям. Где они настоящие? Меняются ли они здесь? Или только делают вид, приспосабливаясь к жестким нормам режима колонии? Наташа Мымрина была одной из тех девчонок, которые вызывали у Тони эти вопросы. За время пребывания в колонии она сильно изменилась. Повзрослела, успокоилась. Даже волосы, без подкрашивания, обрели свой естественный цвет. Но Тоня понимала, что перемены внешние не всегда соответствуют внутренним. Преступление Наташи было ужасным. Она лишила жизни свою собственную дочку. Но опыт, который Тоня уже обрела в колонии, подсказывал ей, что в этом преступлении не все так однозначно, как изложено в личном деле. Среди действующих лиц этой драмы, как она и предполагала, оказались и мать воспитанницы, и ее отчим. Много раз хотелось пойти, просто сесть с ней и поговорить о чем-либо. Но либо у мамы было мне то настроение, либо она была занята, либо она была пьяна. Редко нам удавалось так поговорить с ней один на один. Очень редко. Вскоре Наташа встретила человека, с которым надеялась связать свою судьбу. С Ильей мы познакомились. Перед накануне моего выпускного вечера встречаться начали. Потом я к нему жить переехала. Довольно долго это все продолжалось. Я забеременела. Потом его в ноябре закрыли. Ее было на третьем месяце. Ему 8 лет дали. Я вернулась к матери. У нас отчиму начались проблемы в том смысле, что я ему мешаю жить. Потом оказалось, что Дашка отчиму мешает спать по ночам. Ну да, у меня дочь была. Даша? Да. Дашенька. А мама молчала. Потом я просто уже... Я просто поняла, что это все. Что это граница. Да, это было вот именно... Именно отчаяние. В конце концов, Наташа с Дашей оказались на улице. И что ты сделала? Я ее утопила. Не снится Даша? Нет. Только плачь, слышу. Наташа! Я просто не сделала передачи. Так что очень хорошо, что ты сейчас на тебя посмотрела. Это же уже не ты совсем. Это же другой человек совершенно. Ты это уже... Слушай, а мы зря же тебе это прожили эти два с половиной года. Зря все это было. А люди вообще-то и существуют на свете для того, чтобы не мягаться. Для того, чтобы уходить от своих ошибок, от своего прошлого. Что-то понимаем. Знаешь, жизнь для этого существует. Пойдем с нами. Просто не хорошо, когда человек сидит и плачет в веночке. Ну, пишет на улице. Ну, может. Правильно вы сказали? Ну, это совсем просто. Ну, ты знаешь, мне кажется, Наташа... Я раньше говорила, что в том, что я такая вот и попала сюда, виновата там мама, папа, отчим и еще кто-то. Да и сейчас я понимаю, что во многом виновата сама я. Хочу ли я вообще, чтобы у меня был еще ребенок? Когда-то в начале срока я бы ответила на этот вопрос, нет. То есть, как бы... Тогда еще было очень больно, скажем, вспоминать и думать вообще на эту тему. А сейчас я бы сказала, что да. То, что мне даже, наверное, нужен будет ребенок. То, что отдать будущему ребенку то, что я не отдала когда-то Дашке. Россия, любимая моя, родные березки тополя, Как хороша ты для солдата, родная русская земля. Как хороша ты для солдата, родная русская земля. Те, у кого есть родители. Их немного, но они есть. Вот говоришь им, давайте посмотрим, давайте попробуем проследить, почему так произошло с вашим ребенком. Давайте найдем этот момент, где она у вас была упущена в воспитании. И давайте попробуем его золотать. Что в дальнейшем все у нас там на свои места. И встречаешь порой агрессию. Это, мол, улица виновата, это, мол, кто-то виноват. И вы здесь обязаны. Вот и воспитывайте моего ребенка. Вся ответственность за воспитание ребенка должна лежать на них. И считая долгом перед своими детьми, это накормить их, обуть, одеть. Они считают, что тем самым они их выведут в люди. Дать им образование, заработать денег. И все свое время они уделяют именно этому. Забыв о самом главном. О воспитании. Что душа, то ребеночка. Она такая хрупкая. Должна показывать во всех своих поступках пример своим детям. Помочь нашим детям можем. Только мы. Все в целом. А вам не кажется, что вы тут боретесь с ветряными мельницами? Нет. Любой человек, который пытается помочь ребенку, даже если это будет буквально на минутной встрече, но он попытается помочь ребенку, это не пройдет даром. Любая забота, моя ли, любого другого взрослого человека дает свои плоды. И об этом не дают забыть нам те же наши же девочки, которые освобождаются отсюда. Оказалось, ну все, ушла она. А они пишут. Они приезжают. Был у нас родительский день в это лето. Приехала одна из воспитанниц. С одной большой розой. Было очень приятно. Но самое удивительное, что было. Я думаю, что вот она хочет. Узнать, как здесь на зоне, да? Как там девчонки старенькие. Первый ее вопрос был ко мне. А можно с вами посоветоваться? Я вот сейчас встречаюсь с молодым человеком. Он мне предложил руку и сердце. Он очень хороший. Но я его не люблю. Что мне делать? Вот они результаты труда. Приехать из дома, чтобы узнать, что делать ей с молодым человеком. Что ты посоветовала? Я ей посоветовала слушаться своему сердцу. Дать ему позволить завоевать ее сердце. Так что мы делаем благое дело. Даже в тюрьме. 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 чтобы задумались они над этим хотя бы здесь, в колонии. Как говорится, лучше позже. Тоня пригласила в колонию Светлану Королеву. Которая в тот год стала победительницей Европейского конкурса красоты. Ей хотелось, чтобы слова королевы, а самое главное, ее путь из провинциального Петрозаводска до европейского признания заставил девчонок о многом задуматься. И действительно, вопросов у воспитанниц было много. Как к наркотикам относятся? Я ни разу не пробовала наркотики. Ни разу. А вы не относитесь к тому типу людей, что все нужно в жизни попробовать? Смотря что. То есть, смотря что делить на все. И хорошее, плохое? Хорошее нужно пробовать, хорошее нужно пробовать, нужно делать хорошее. Все то, что сегодня было, занимались девчонки, я всем этим занималась. То девчонки делали букеты, я видела в этих букетах себя, что тоже сидела, делала эти букеты. Шить, сшила. То есть, вышивать и вышивала. То есть, я настолько знаю, как это трудно, сколько это нужно терпение. У меня просто разрывалось сегодня сердце, кому же отдать ту или иную номинацию. И сейчас, как вы думаете, то у меня первое место. Горошее! То, что сегодня вы здесь, завтра все может быть по-другому. Я желаю, чтобы у вас все получалось. Чтобы все, что вы задумали или пожелали в этой жизни, все сбудется. Пусть будут какие-то разочарования, но знайте, что если вы чего-то хотите и чего-то желаете, вся Вселенная сопутствует вам в этом. Запомните это и идите по жизни вперед смело, бодро и с улыбкой. Спасибо вам! Как мало человеку надо для счастья. А здесь, в колонии, особенно в родительский день, достаточно одной мамы. А если ее нет, если она опять не смогла приехать, тогда этот праздник, как на чужом перу похмелье. Сугородник, говорите! Мам, я скучаю. На сегодняшний день только за убийство 52 воспитанницы. Двадцать лет назад одна-две воспитанницы таких были. Я сужу по приезду родителей к своим детям. Восемь-десять приездов в месяц, мы считаем, это уже хорошо. Не нужны были дети и остаются не нужны. Я не буду называть процент тех воспитанниц, которые подвергались насилам со стороны отчимов. То есть тех, с кем проживает их мама. Куда смотрят эти мамы? И о чем думают, когда приводят таких сожителей? И меня беспокоит после освобожения, куда они придут. Вот в чем дело. Как безжалостно время. Утром, когда ждали девчонки-родители, секунды тянулись, как часы. А сейчас летят, как пули. Как быстро проходит этот родительский день, которого ждут здесь целый год. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok